Три года на то, чтобы на яхте обогнуть земной шар. Журналисты из Москвы Андрей и Елена Невзоровы завершают свое мировое турне по рекам, морям и океанам планеты. Первая их остановка в России на обратном пути – это Севастополь. Здесь семейную кругосветную экспедицию встречали их коллеги, местные журналисты. Отсюда через Крым, по Дону, Волгодонскому каналу и Волге путешественники вернутся в Москву. Супруги Невзоровы путешествовали по миру на собственной небольшой яхте. Общий маршрут кругосветки – 30 тысяч миль. Путешественники побывали на Канарских, Карибских, Галапагосских островах, Фиджи, Таити, Бали, Сейшелах. Кроме того, океан помог супругам раскрыть новые таланты. Андрей, к примеру, начал писать книгу. Рабочее название автобиографического произведения «Он, она и океан». А Елена увлеклась живописью. Рисовать я даже вот никогда, например, не рисовала. А там я взяла вдруг кисточку и нарисовала на холсте несколько картин. То есть никогда в жизни до этого я вообще не считала, что я умею что-то сделать. Разный бывает яхтинг. Бывает драйвовый такой, то есть это гонки, там вот призы, там кого-то обогнать. А бывает спокойный. То есть вот яхтинг второй половины жизни, когда ты со своей половиной достаточно самодостаточен, когда вам интересно вдвоем, когда у вас есть время подумать, написать. Чем займутся по возвращению в Москву супруги Невзоровы уже для себя решили. Будут готовиться к новым путешествиям. И скорее всего на другой лодке, которую собираются построить своими руками.